Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Улицу Киева под Москву По-американски наклеивают Московские номера Но самый Минус в том Что они метро Стилизовали Под то ли берлинское То ли парижское Это буква М Хотя в Киеве и в Москве Одинаковая стилизация За исключением цвета В Киеве зеленый цвет А в Москве красный цвет Там им просто нужно С цветами было поработать А они вместо этого Присомбачили метро Из этого По-моему из берлинского метро Слизованные буквой Ну в общем Такой прокол Для Голливуда Я считаю непростительный А так вот Первые 4 серии мне понравилось Такие детали есть Чисто Голливудские Особенно когда Вот момент Цемент заливает Эти гробы цинковые И как вот Последнее остается Островок И он заливается Мне очень понравился Психологический момент Такой интересный Вот А Я вообще не замечал Чтобы совки Особо так сказать Негодовали По поводу Ведь Российских фильмов Причинобаль Они в принципе Мало отличаются Просто сделали Там вроде бы Там вроде бы Ответку обещали То что какой-то Россиянский фильм снимут Да нет Они были российские Пару фильмов были До этого Тоже так сказать Я имею ввиду После этого После Чурновый Америка Ну нормальный фильм Он же не антироссийский Он на историческом факте основан Вот только Этот прокол С этой серии Он все испортил А так 4 серии С удовольствием Можно посмотреть Да Довольно интересно Согласен Довольно интересно Катя Горя Вы еще по молодости Не помните Но вот При Януковиче В Украине Снимали Добротные Весьма исторические Фильмы Про Сын Отца Народов Сериал Про Гурченко Сериал Потом Мне интересно Спросите Вы смотрели Такой фильм Советский По-моему Восьмидесятых Семьдесятых Годов Иди и смотри Ну смотрел Восемьдесят пятого Года Я вам даже скажу Это белорусский Фильм Да Это один из моих Любимых советских Фильмов Да Ну он Там сюжет Не особый Сюжетный Но он Красочный Нет Есть сюжет Но он растянутый Но красочные Вот это изображение Для тех годов Это Прорыв Прорыв был Именно вот Для тех годов В красочном изображении А как камера Движется Вот это Эффекты Очень продвинутые Для восемьдесят пятого Года Я с вами согласен Я был шокирован То что это Сорке сняли И то что его Вообще Выпустили То что он Как бы Ну его показали Потому что там Можешь Еще сцена Когда Немцы Ну как бы Немцы Да Людей Сжигали В этом сарае Там большинство Было как бы Не немцев А коллаборантов Белорусских То есть И что это Показывает Это показывает То что Было огромное Количество Людей Которые были Против Совка Ну я помню Помню А те говоря Вы думаете Что там При Совке Были такие фильмы Как сейчас Там Как сейчас В Китае Ну в Китае Может быть И сейчас Ну как было В Китае В те годы Я говорю Что советские Фильмы Были довольно Так сказать И смелые На грани То есть В советском Среди Считалось Идеологически Партию Нельзя критиковать Можно критиковать Только Министров Максимум Такую Советскую Власть А вот Фильм Такой Магистраль Посмотрите С 77 Года Там Показан Карьерист Партийный Работник И позитивный Начальник Дороги Железной Это вот Тоже Был В свое Время Фурор То есть Есть фильмы Даже Когда Критиковались Критиковался Партийный Аппарат Проскакивали Такие фильмы Тоже Я вот На это Обращал Внимание Ну хорошо У вас Еще какие Вопросы Есть Ко мне Вопросы Думаете Чем в целом Это все Закончится Конфликт Россияно-Украинский Кто победит В конечном итоге Ну это Интересный Вопрос Я вам Ваше мнение Я вам Дам Даже Развернутый ответ Вот вы Знаете Что В 1812 Году Помимо Войны Российской Империи С Францией Была В Северной Америке Война Между Британией И США Слышали Нет Вот Там была Довольно Такая Жестокая Война Более Жестокая Наполеон С Россией Там Помягче Все было С очередения Жестокости Но Я не о том О том Что По факту Она закончилась Боевой ничьей Но обе стороны Объявили себя Победительницами И вот Когда сдаешь На гражданство В Канаде Нужно отмечать Что Британия С Канадой Победила А в Штатах Что Штаты Победили И в школах И в школах Так же лучше Так и здесь Обе стороны Объявят О своей победе Украина Значит Утеряет Ряд территорий В итоге Я думаю По сравнению С границами Сейчас Я скажу Я остановлюсь На этом попозже С границами 97 года Но Объявят себя Победительницей Потому что Они спасли Большинство территорий Там Киев Там Днепр Разные Отстояли Спасли Это будет Грандиозно Салюты Вот Мы Теперь Более сплоченная Украина И так далее Россия Заявит Что она Тоже победитель Что она Освободила Те территории Которые Предательски Отдали Большевики Украине Это Побрестскому миру Если вы знаете Отдан был Донбасс Харьков И скажут Вот Вы Восстановили Историческое Проявление Столь Типа Мы победим Харьков Отдали Украине 3 марта 1918 года Попресс Ну Я надеюсь Что Харьков Не будет В Украине Я бы Попытался Чтобы Харьков Имел Своё Государство Конечно Как в Донбасс Или Лугандонии Ну Почему Как в Донбасс Как в Словакии Как в Словении Донбасс Почему Он Проблемы Иметь Потому что Был непризнанным А здесь По окончании Войны Все новые Государства Я думаю Будут Будут Признаны Поскольку Всё зависит От доброй Или вынужденной В воле Метрополии Метрополия В данном случае Киев И Поскольку Киев Будет подписывать Договор Если подпишет Да О новых Границах То Он Сделает Пути Пути Вынужденной Но Волеизъявления Соответственно Это будет Сразу же Признано Как стажа Словения Или Босния И тогда будет Другой Калинкор Когда признанное Государство Оно развивается Лучше Тем более У Харькова Намного Больше потенциал Чем Научный По крайней мере Индустриальный Но Научный Вообще Больше всех Индустриальный Второе место После Днепропетровской Области И природный Тоже Весьма Однозиск В этих мест Там Газ свой Есть Чебелинский То есть Перспективы У Слобожанщина Это исторически Пять областей Полностью Или частично Знаете Каких Ну вы закончили По своей ответы Нет Я вам скажу Слобожанщина Это полностью Харьковская Сумская Частично Луганская Белгородская Воронежская Область Частично Ну я закончил Можете Контраргументировать Нет Только штуку Знаете Как кинуть Жвачку в стену И что приликнет Как бы Что упадет Аналитика Только такая Как бы Чак предполагает Бог располагает Ну если Естественно Да Если Если Слобожающий Не удастся Сейчас Добиться Независимости Когда Украина Ослаблена Войной То ей Уже Не удастся Никогда Да Но я Думаю То что В общем-то В конечном итоге Украина победит Будут очень Большие потери К сожалению Катастрофически Но Украина В конечном итоге Возьмет Все свои территории Обратно То есть То что РФ Там Харьков Возьмет Это даже Не обсуждается Потому что РФ Даже не может Бахмут Ну Еле Дожали Бахмут Солидар Которые Они штурмовали Полгода И Положили Там Невероятно Большое Количество Своих Мобиков И так Дальше Потому О каком Взятии Харькова Можете Ити речь Я не понимаю Тем более Ну вы же в курсе Сейчас Подходит Брэдли Сейчас Подходят Ракеты 150 км Сейчас Подходят Абрамсы Леопады Ну и так далее И так далее Ну понятно Я думаю Я думаю В этой Компании Военной Нас еще Будет Очень Много Ждать Всяких Жестов Доброй воли Я думаю Их еще Будет Очень Много В Мелитополе Они будут Я думаю Будут В Мариуполе И возможно Даже И в Крыме Я не уверен Но мне кажется Что Ну понятно Что Крым Крым Туни тоже Может сдать Если я говорил О перспективах Харькова Иметь свое государство Это совершенно Не значит Что его Россия Будет захватывать Или Супердак Украина Даже Если она Победит По вашей Версии Она Может Фрагментироваться Под давлением Внутренних Противоречий Обстоятельств Там нет никаких Предпосылок Ну Вы просто Не бываете Если вы живете В Киеве Вы У вас Это Как Каноническая Украина Я прекрасно знаю Настроение В Харькове Сейчас Отношения Сейчас отношения К России Естественно Ухочились Но это Совершенно Не значит Что улучшились Отношения К Украине К Украине Там Там было Патриотов Украины Процентов 18 Но сейчас Может 28 В связи с тем Что население Обла Там разъехалось Съехались Проукраинские Из Донбасса Сейчас побольше Но все равно Они большинство Там Украинских Патриотов Ну тогда Вы совсем Не понимаете Украину Извините Вы совсем Я не понимаете И Потому что Ну как Если Я прожил В Харькове 40 лет Я не понимаю Приказ Я знаю На стране Вы совершенно Не понимаете Украину Как она Живет Как она Движется Ну извините Меня просто Очень далеко От реальности Мягко говоря Ну я понял Хорошо Я поизучаю Этот момент Хорошо Спасибо за беседу Вы Всех благ А вы канал имеете? Нет Нет я просто Окей Всех благ Спасибо за беседу Всех благ Желаю вам лично От этой войны Не пострадать Ни вам Ни вашей семье Ни вашего имущества Это вот Вам лично Всех благ Все Это ты Коммунистический Внук А ты Монархический Дед? Да Я Монархический А ты Коммунистический Внук Нет Я Капиталистическая Ублюдок Была Такая Песня Салтовский Ублюдок Группа А вы Встречная Тяга Где живете? Город В Харьков Я живу А у вас За Украину? Мне против Я за Слобожанщин То есть За то Чтобы Харьков Был Отдельным Государством Конечно Соображаешь Бывают Что такие Конченные Люди Как вы Почему? Ну Потому Что Что Мне нравится В Украине Да Много В Харькове У вас есть Там Свои Значит Земли На которых То-то То-то А как вы Без Украины Будете жить? Покупать у вас Надо будет Но будете Покупать Будете Вы загнетесь Знаешь Что Украина Паразитирует На Харьковском Научном Индустриальном Природном Подносали Десятилетиями Харьков Это Регион Донор Это Без Харькова Украина Загнется Да и Херсней Недолго Музыка Играла Недолго Пока Я Танцевал О чем О чем Беседа Харьков О чем Беседуете Может Вопрос У вас Интересный Есть Тоже Скайфил Просто Интересно Посмотрите Историю Ну Есть Вопрос Задавайте По истории У меня Много Роликов По истории Я Разбираюсь Да Нет Два Батра Нет Как В одной Из Пункции Шарьков Ну Негативно Исторически Это Оправдано Или Нет Нет Это Это Неоправдано Есть Историческая Подоплека А именно Брестский Мир Историческая Подоплека Всем этим Событием Печальным Брестский Мир Когда Два Большевика Злодея Ленина Троцкий Отдали УНР Донбасс И Харьков Если бы Они не отдали Тогда В 18 Году Этих Событий Бы сейчас Не было То есть Вы В принципе Поддерживаете То что Действие Справедливо Что Нет Но я не поддерживаю Военные действия Я бы предпочел Тем более Что Харьков Страдает Инфраструктура Если бы он Не страдал У меня Может быть Иное Бо Бнение было Но из-за того Что он страдает У меня У меня Негативное К военным действиям Есть 91 год Когда были Определены Границы Территории России Украины Есть И других Государств Это О чем Это был Договор Заключен И он В принципе В суде Оспорен Нет Даже Не будем Мы не будем Сейчас Возвращаться К каким-то Совершенно Датам Которые Были До этого До 91 Но был Заключен Конкретный Договор Я в курсе Я в курсе Я в курсе Не был Оргенирован Не был Признан Недействительным Я в курсе Я же не отрицаю То что этот договор Сейчас действует И не был Отменен Это говорит Лишь о том Что эти границы 91 года Сейчас легитимные Но легитимность Не означает Справедливость Вот в частности А то что Легитимное Но несправедливое Долго не живет В историческом Аспекте Я задам вам вопрос Хорошо Практически Ну проведем Параллельно Вот как вы говорите То что он Легитимный Не значит Что он Справедливый Давайте так У вас есть Предположим Не конкретно У вас Мы говорим Абстрактно У вас есть Некая Дочка Внучка Или вы Сам Непосредственно Есть Вторая Страна Которая Вот решила Подарить вам Харьков В центре Города Новострое Полностью В отличной Квартире Подарить Квартиру Вот Подарили Появляется Нотариальный Договор Оформлен Он Он Действует Действует Появляется Третья Сторона Которая Говорит А я не согласен Я не буду Оспоривать Договор Я просто вам В квартиру Я просто Вничтожил Вашу квартиру Ну Вашел все инстанции И апелляционную И Верховный суд Но он был Несправедлив Поэтому Со временем Он был отменен Когда выявился Истинный виновник Этих преступлений Это вот пример Что легитимность Не всегда справедливость Так же Вот В историческом плане Легитимность Сейчас это легитимно Вопрос Другой Вопрос Немножко Я привел Пример Для этого Вопрос Немножко Другой Если мы Хотим Доказать Или Кто-то Доказать Легитимность И нелегитимность Договора Это делается В правовом поле Да Я с вами Согласен А Происходит Вот это Ну Тут даже Нельзя поднимать Вообще Мысль О том Легитимно Или Несправедливо Или Несправедливо Ну вы же Я понял Я же Не оспариваю С вами Что это Что я Я же не говорю Что я поддерживаю Вы спросили В чем Подоплека Я вам сказал В чем Историческая Подоплека По моему мнению У вас может быть Иное мнение Может вы считаете Вообще Нет исторической Подоплеки Я вот привел Вам свое мнение Исторические Подоплеки Того Что сейчас Происходит Вот и все Ну На самом деле Я просто Не хочу Лезть туда Совсем В исторические Моменты Хотя Думаю Что Нашел бы Тысячу Убедительных Аргументов Доказывать Обратно Ну Я не настолько В историк Я скорее Все таки Пользуюсь Своим Правом Делать Выводы Я понял Уже Сознательного Состояния Когда После 91 Года Я знаю Что есть Украина Я в ней Живу Есть Харьков Я в нем Живу Ну я понял Я с парой Ваши нянь Понятно Я просто А вторая Историческая Подоплека Того Что сейчас Случилось Это то Что В 91 Году СССР Развалился Тупо По Большевистским Неадекватным Границам Вот Вы Жили В Харькове В 90 Году Я бывал В Харькове В 90 А где Вы с Ни Си Год Жили Не В Петровской Области Понятно В Харькове Была такая группа Газет Объектив Когда вот пошла Перестройка Свобода слова Вот в объективе Серьезно рассматривалась Проблема Восстановления ДКР То есть Донецко-Криворожской Республики И Значит Ее Реанимация Как союзной Республики Вот к сожалению Этого не произошло Если бы это произошло До распада СССР То бы Сейчас бы Проблем не было Была бы Своя страна Вот Левобережная Украина Ну Вот Это вторая подоплека Потому что не успели Значит Этого сделать И вошли В распад СССР И вот Всей этой Огромной Украиной Путем Путем референдума А в принципе Все вопросы решаются Путем референдума Да Совершенно верно Об этом говорит Конституция Об этом говорит Вообще Логические законы Все Было принято решение Есть территория Украины Которая С 91-го года Худо Бедно Плохо Весело В какие-то моменты Веселее В какие-то моменты Еще хуже Со многими моментами Я не согласен Я Собственно говоря Со многими моментами Не согласен Силу своей специальности Но Мы развиваемся Индивидуально Нет Понятно Что касается Нельзя В какой-то момент Есть Я не знаю Там Некая Там Когда-то Сформировавшаяся Супружеская пара Она развивается Как-то пытается Развиться Но тут приходит Третья сторона И говорит Ребят Херня у вас Извините Думаю французский У вас все Плохо Поэтому Дорогая моя Жена Выходи отсюда Из этого Союза Влево А ты муж Иди вправо Нет Уже Есть народ Который Принял решение На референдуме И то что Это было Там Не важно 80% 90% Не важно Да Всегда Остаются люди Которые Против чего-то Они всегда Против чего-нибудь Но я в курсе Я в курсе Я дайте Я скажу А вот Который Сказал Что вот Так вот И лезть Сюда Не важно Это была Киевская Русь Это была Монголо-Татарская Орда Это было еще Болзно еще Когда-то Но сейчас Украина Это не было Референдума По их оптимизации А был Только Референдум Быть независимым Или быть В составе Обновленного СССР Так называемого Вот Только Только такой Референдум Был А границ По оптимизации Референдума По оптимизации Границ Повторяю Не было А если бы он был Тоже бы не было Сегодняшних проблем Может Может я что-то путаю Но если мы говорим Сейчас О Кривом Роге Который Понимаю Что они Может быть Немножко путать Потому что Был тогда еще Совершенно молод Так вот Я от Кривого Рога Живу Жил Родился Собственно Я учился В 20 Нет 25 километров Ну вы знаете Это центр Украины Я знаю Я даже Никаким образом Не мог бы Быть Некой Отдельной Условной Единицей Будучи В центре Украины Я понимаю Я сам Мне самому Не понятно Почему Кривого Рог Попал в название ДКР Ну Скорее всего Потому что Донецк Луганск Это шахты Точно так же И Кривого Рог Это шахты Ну Я говорю Я Не фанат ДКР Я патриот Слобожанщина Можно сказать Но Просто Я вам говорю Что обсуждал В 90-м году В группе Газет Объектив Тогда еще был Зурап Алассани Такой прогрессивный человек Знаете такого Харьковчанина Известного Зурап Алассани Я еще Наверное Слишком Молод Он Приющенко Был Председателем Украинского Телерадиокомитета Времена Ющенко Напомните Вполне возможно Я как бы Тогда не интересовался Он уже лег под Ющенко А в 90-м Он был очень Прогрессивен Вот в этом отношении В отношении Образования Своего государства Из Харьковской Сумской Белгородской Области И так далее Слобожанщины Исторические Вы знаете Мы давно Уже вышли Из той поры Когда Территория Государства Делилась На феодальные Отрога Ну понятно Либо государство Либо не государство Но если уже Определились С политикой Что это Сударство И есть Конституция Которую Все признали То ребят Давайте тогда Будем придерживаться Конституции Если какой-то Таракан В виде Российской Федерации Российскую Федерацию Тяжело Назвать Таракан Она слишком Большая Но Некий Руководитель С маленькой Буквы Российской Федерации И еще Меньше Буквы Путин Решил Что он Будет Определять Будет Это Криворожская Народная Республика Донецкая Народная Республика Ну я согласен Определять Должен Народ Путем Референдума По региональному Причем Референдум Должен Проследить Не под Дорой Автомат Согласен Я просто хочу Сказать Что вы Уповаете На незаблюденность Конституции Во всем мире Конституции Меняются Это называется Конституционный Процесс Конкретно В США Это называется Поправки Конституции Исключительно Для США Термин А во всем мире Изменение Конституции Называется Конституционный Процесс Конституция Это не догма Она меняется Как любой Нормативный Акт Вот и все Ну хорошо Хорошо Приятно было Побеседовать С вида Харьковчанина Хоть вы По-украински Но вида Харьковчанина По интеллекту Ладно Спасибо Всех благ Великобритания Утилитарная Государство Германия Утилитарная Государство У них есть Один в соседней стране 70 миллионов Они нас ненавидят За это За то что мы живем Хорошо Ненавидят И будут ненавидеть Всегда Просто потому что Мы есть И живем хорошо Их В общем-то Всех и назвали Русские Потому что Это глагол Русские Это Какой Чей Отвечает Воронеж передали В 1922 году Воронежской области А в 22 году Львовская область Где была В Австрове Уровень интеллекта Уровень интеллекта У Миколы Русницы На самом деле Это Геннадий Хазан Это уровень интеллекта Креветки Из Азовского моря Хорош Хорош Сущие земля Белгородского Белгородского И Волынского Воробьев Из Краснодара Приедет завтра Ага Вот с ним И с Воробьяном Завтра Совместный стрим Это очень опасно Хохлов и Лёня Пока тоже Держи на прицеле Они могут перемехнуться И нас подставить Каркашовский групп Мы сделали украинским Угровым Начнем Мы таясь Да Да Украина Которая Которая Созна Которая 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 Типа конституции Еще раз заявляю Власть Которая область Светердая Сильная Но не позволит Хохлов Учит нас жить Я извлекаю вас Каркашовской области Не будет Ни Донецкой Ни Двонской власти Будет только Каркаш Будет только Каркаш Руна . Продолжение следует...